Максим Сушинский Максим Сушинский Сегодня состоится презентация хоккейной команды «Авангард» перед началом нового сезона КХЛ, который стартует уже в воскресенье, 1 сентября. Ну вы уже по голосу поняли, что с вами хоккейный комментатор 12-го канала Максим Кричанин. И очаровательно, несравненно, непревзойденная ведущая 12-го канала Юлия Кавышина. Мы находимся буквально в нескольких метрах от основной сцены, где ровно в 20 часов начнется официальная часть презентации «Омского авангарда». Но уже сейчас здесь, на «Омской крепости» происходит масса всего интересного. Работают интерактивные зоны. И я уже вижу, что рядом с нашей студией президент «Омского авангарда» Максим Сушинский. Мы буквально через 2 минуты с ним пообщаемся в прямом эфире. А сейчас буквально на минуточку дадим слово Андрею Блохину, который вместе с нами сегодня тоже работает в прямом эфире. Он нам расскажет, какая атмосфера царит в интерактивной зоне. Очень много болельщиков, несмотря на то, что сегодня в Омск неожиданно и очень резко пришла осень. Холодно, уже очень много амичей в интерактивных зонах. И какая там сейчас атмосфера, давайте узнаем. Добрый день, Омск. Просто потрясающий сегодня день. Я нахожусь здесь, на Старой площади, на Старой крепости, вернее. И порядка двух тысяч человек уже собралось сегодня для того, чтобы встретиться с главной командой нашего региона. «Авангарда». Вот как встречает «Авангард». Омский! Вот так, дорогой, говорите. Остается несколько секунд до прямого включения, дорогие друзья, с Максимом Сушинским. Я знаю, что каждый из вас ждет, потому что огромное количество... И, знаете, сегодня команда «Авангард» прилетела в Омск в 6.30 утра. Мы тоже сходили по трапу и обратили внимание, что... Обязательно звоните, пишите. ...канале, но и на Омская крепость, на больших экранах. И нас сейчас смотрят не только зрители, но и болельщики, которые пришли сюда, в Омскую крепость. И, конечно, все тоже хотят послушать интервью Максима Сушинского. И режиссеры подсказывают, что мы должны еще минутку, да, минутку буквально подождать, для того, чтобы аппаратура настроилась. И на Омскую крепость мы тоже могли вещать. Да, потому что все хотят абсолютно услышать от Максима Юрьевича самую свежую, подробную, актуальную информацию, касающуюся нашей любимой родной команды «Авангард». Субтитры предоставлены «Автограф-сессия» она проходила здесь, буквально в двухстах метрах от меня, и на нее пришло порядка 700 человек. И давайте посмотрим и послушаем, как это все происходило. Там не менее 400 человек. Берегите пальцы, берегите руку. Мы всех вывезем, всем будем довольны, кто придет сегодня. Насколько для вас важно то, что вы здесь, вы сегодня в Омске? Ну, это важно для наших болельщиков, для наших зрителей, кто болеет за Омск. Мы приезжаем сюда каждый сезон. В прошлом году были. Понятно, что сегодня погода не очень, но я надеюсь, что сегодня придет много народу и увидит игроков команды. Сегодня сразу после самолета в 7 утра куда? В родные нефты? А, нет, я поехал домой к родным, увидел сына. Чуть-чуть удалось поспать, чуть поиграл. Очень хорошее настроение. Скучал. Чего ждете, о чем-то встреча? Ну, без чего жду. Много общения жду. И главное порадовать наших болельщиков, пообщаться с ними. Ну что, мы возвращаемся в открытую студию 12-го канала и ряду приветствовать рядом с нами президента. Омского авангарда, легендарного для омского хоккея и любимого всеми омскими болельщиками Су-33 Максима Сушинского. Добрый вечер, Максим, еще раз. С приездом, с возвращением в Омск. Ну как, скучали по нам? Конечно, конечно. Каждое возвращение в Омск – это праздник. И праздник не только для меня, для болельщиков, для команды. Потому что, все-таки, это команда Омска. И мы всегда говорили, что мы хотим играть в Омске. И дело не за горами, когда мы сюда вернемся. Конечно, всех болельщиков интересует в первую очередь. А это, когда же вы вернетесь? Хотим от вас самую последнюю, самую правдивую информацию по поводу того, когда будет построена новая арена в Омске, когда будет снесена старая. И когда же, когда же «Авангард» вернется домой? Ну, наверное, вы уже все видели долгожданные макеты новой арены. Поэтому все в работе. И 22-й год мы начнем, скорее всего, здесь. Поэтому мы очень рады этому, что не стоим на месте, а получим скоро шикарную арену. Максим Юрьевич, Александр Крылов на прошлой неделе говорил о том, что уже в сентябре начнется разбор нашей старушки арены Омск. Когда, наконец-то, жители левобережья, близлежащих домов, увидят из своих окон, что действительно разбор арены начался? Ну, это правда, что в сентябре начнется. Поэтому дело не за горами. Сентябрь уже близко. Тем более, 1 сентября – это первая игра «Авангарда». И я думаю, что чуть позже мы начнем разбирать арену. Максим, очень яркий период вашей жизни, связан с этим городом, где вы сейчас находитесь. Огромное количество людей уже собралось возле нашей открытой студии. Все на вас тоже смотрят с любовью в глазах. Все болельщики вас очень любят и ждут. Вы, когда приезжаете в Омск, какие эмоции испытываете, какие чувства от всего того, что видите, от того, как тепло вас здесь встречают, какие у вас личные эмоции до сих пор с нашим городом? Ну, я уже еще раз говорю. Каждый приезд в Омск для меня праздник. Потому что это начинается с аэропорта, когда встречают флайт-менеджеры. И все работники аэропорта, они узнают, здороваются. Это очень приятно. Плюс то же самое происходит в городе, когда тебя узнают и берут автограф, фотографируются. Конечно, это незабываемое чувство. И я горд, что я столько времени здесь проиграл. И сейчас отдаю частичку того, что я поимел в этой жизни, в этом городе. Поэтому всегда буду рад сюда возвращаться. Максим Юрьевич, такой вопрос. Авангард в этом сезоне, в этом межсезоне вырос значительно в габаритах. Грачев, Дедунов, Потапов, те же Войнов и Манухов. Не мелкие ребята. Значит ли это, что в новом сезоне Авангард значительно добавит в плане силовой борьбы, в плане форчекинга и будет просто втаптывать в лед своих соперников? Ну, это первоначальная была задача от Боба Хартли для меня, чтобы мы подобрали ребят габаритных, чтобы бороться с ЦСКА, потому что именно в финале нам не хватило того, что габариты и мощи, которые могли предпоставить ЦСКА. А какой он вообще новый Авангард? Какими эпитетами охарактеризуете нашу новую команду? Ну, мы бы не хотели называть новый Авангард. Все-таки у нас Авангард старый и мы работаем плодотворно на создание семьи. Мы в том году это начали и у нас хорошо получается, поэтому мы будем идти по тому же курсу. Как будете с болельщиками контактировать? Вот до 2022 года все равно придется играть вдали, да, от Омска. Вот в прошлом сезоне были и поездки, организованы клубом, да, в Балашиху омских фанатов. И фан-зоны здесь в городе на Красной Звезде были организованы. Как в этом году? Может быть, какие-то новые формы, да, контакта с болельщиками? Ну, здесь маркетологи, конечно, занимаются с этим вопросом. И я думаю, что они что-то придумают новое, но все, что было старое, все, что нравится болельщикам, мы будем продолжать. Поэтому и поездки будут запланированы, и какие-то отдельные выезды. Вот сегодня разыгрывали билеты. Если счастливчик поедет на первую игру в Балашиху, мы оплачиваем поездку полностью, поэтому такие вещи тоже будем проводить. Так, вот сегодня, да, разыграется такой билет? Уже разыгрался, да. Я был на радио на Сибири, и мы разыграли этот билет в прямом эфире. Здорово. То есть уже появились первые счастливчики, кто поедет в Балашиху. Максим Юрьевич, в межсезонье изменились, значительно изменились правила в континентальной хоккейной лиге. Причем касаются они вот тех самых шайб, заброшенных после рикошета, после попадания шайбы в какую-то часть тела хоккеиста. И вот та же самая шайба Андрея Стася, которая попала, залетела в ворота ЦСКА в первой игре, она в новом сезоне была бы засчитана, а в прошлом нет. Как вы считаете, вот эти изменения в правилах, они назрели, потому что большое количество спорных эпизодов возникало как раз в прошлый год? Ну, конечно, конечно. Во-первых, хоккей нужен для того, чтобы болельщику нравилось. Самый, наверное, ипостас – это гол. Поэтому здесь чем больше голов, тем больше интереса к хоккею. Поэтому правильно сделали судейская компания, что они поменяли правила. Потому что шло к этому много очень видеопросмотров, они затягивают игру, и поэтому падает, наверное, на скорость игры. Поэтому правильное решение. Буквально вот через некоторое время выйти на сцену, на основную, обратитесь к болельщикам. Ну, уже сейчас вот что можете сказать, в том числе людям, которые нас смотрят, нашим телезрителям, чего пожелаете болельщикам «Авангарда» в новом сезоне, людям, которые вот всем сердцем, всей душой болеют за нашу родную команду, переживают, смотрят трансляции на 12-м канале. Что пожелаете болельщикам? Ну, болельщикам всегда верить в команду, потому что вера – это последнее, что остается у человека. И то, что мы чувствуем ее поддержку всегда болельщиков, и играем для них. Это самое главное. Они должны помнить. И хватит негатива. Нужен один позитив. Спасибо большое. Мы желаем вам удачи. Болеем за «Авангард», верим в команду, верим, что кубок будет нашим. Спасибо. Мы тоже. Спасибо. Это был президент «Томского авангарда» Максим Сушинский в прямом эфире на 12-м канале, ну и на площади на Омской крепости. Легендарный Су-33 только что поделился своими мнениями, соображениями по поводу предстоящего сезона континентальной хоккейной лиги, которая, напомним, стартует уже в ближайшее воскресенье матчем за кубок открытия между «Авангардом» и «ЦСКА». Комментировать его будет Максим Гречанин. Ну а какое настроение сейчас у болельщиков царит, которые пришли на Омскую крепость, нам расскажет Андрей Блохин. Я напомню, что он находится в интерактивной зоне, в зоне, где для мячей сегодня хоккейный клуб приготовил массу различных развлечений. Там я знаю, что и хоккеисты активно принимают участие уже в некоторых площадках. В общем, давайте передадим слово Андрею Блохину и узнаем, что сейчас происходит среди болельщиков. Дорогие друзья, мы продолжаем наш марафон прямого эфира отсюда, из старой крепости. И давайте вспомним, откуда «Авангард» прилетел сегодня в Омск, в свой родной город. Он прилетел из Питера, где проходил, где принимал участие в турнире с участием ряда сильнейших, очень серьезных команд, о том, как играл «Авангард», о том, с таким настроением мы ждем старта чемпионата, который, напомню, уже практически через неделю наш сюжет. Давайте посмотрим. Презентация – это когда вам показывают что-то новое. «Авангард» этим летом обновился и очень сильно. Много людей на выход из команды, немало и на вход. Назовем две ключевые позиции в обороне и в нападении по одной. Итак, закончил карьеру капитан-защитник Медведев. Ему на замену вызвали Войнова. Главная звезда атаки ушла в НХЛ. Год назад говорили, Михеев – это «Авангард», сейчас Михеев – это «Торонто» и на замену ему из лучшей Лиги мира выписали швейцарца Андригетта. Некоторые считают, что Андригетта – это такой Михеев-заменитель. Насколько он похож и чем отличается от Михеева? Нет, Михеев в порядке, ему нет равных. Сон другой, тоже хороший игрок, но… Другая манера? Да, их сравнивать не вижу смысла. Так говорил Денис Зернов. Вторая по статусу и ожиданиям звезда атаки по ходу самого последнего матча предсезонки с питерским СКА тоже покинула авангардовские ряды из-за травмы. Зернов вернется, но когда? И кто займет место первоцентра омской команды? Может быть, Кирилл Семенов? Пока он сетует на летнее невезение команды. Этим летом авангард выиграл три матча из девяти. Что-то нам не везет пока. Надеюсь, в сезоне все будет наоборот и все будет залетать. За летние победы очков не дают. Это подготовка. И не более того. Предсезонные турниры сделаны для того, чтобы и тренера, и ребята прикатились друг к другу. Тренера пробуют разное сочетание. Кого-то поставить в большинство коэнтами. Сейчас кто смотрит, какую роль может играть в команде. И уже осталась одна игра до старта сезона. И еще есть такое поверье в спорте. Кто много выигрывает на предсезонке, тот много проигрывает в сезоне. И наоборот. Поверим и проверим в сентябре. Подробнее о том, во что и как играет «Авангард» в четверг вечером после десяти в программе «Овертайм» первый выпуск нового телесезона на 12-м канале. Не пропустите. Уважаемые друзья, мы снова здесь, в Старой крепости. Давайте, как говорится, пойдем в народ. Посмотрим, сколько здесь собралось людей. Я думаю, около тысячи. И поговорим с теми, кто сюда пришел. Зачем они здесь? Что их провело сюда? Вот, посмотрим к этим молодым людям. Здравствуйте! Вы в прямом эфире. Я вас поздравляю. Это программа «Авангард-2019». 12-й канал. Сезонный марафон. Ребята, зачем вы здесь? И какое место в вашем сердце занимает «Авангард»? Первое место. Всегда пришли поддержать команду. Весь сезон болели, и следующий будем болеть. Надеемся на золотые медали. Тем бы раз год команду увидите, это уже радует. Ждем их в Омске, ждем, когда построят арену. Кто ваши любимые игроки? Бэк Шумаков. Шумаков-Широков. А как относитесь к Артюму Манукяну? Молодец, хорошо отношусь. Хорошая скорость. Думаю, в этом сезоне. Нашовский парень. Да, да. Очень хорошо к нему относится. Вы наверняка хотите узнать, какое положение дел у Манукяна, потому что он недавно получил довольно серьезную травму, и мы за него переживаем. Так вот, дорогие друзья, буквально несколько минут назад мы встретили здесь, на площади отца Артюма Манукяна, Арутюна, и он нам рассказал информацию из первых уст, когда вернется Артем, что с ним произошло, и когда его ждать. Давайте посмотрим. Артем, у него вылетело плечо, насколько я знаю. Каковы сроки восстановления? Ну, пока непонятно. Он 9-го числа должен лететь в Германию, там определять, сколько чего. И все, конечно, все болельщики, все звонят. Жалко, конечно, так получилось. И удачно. Держим пальцы за Артема Манукяна, что все будет нормально, и вот это обследование в Германии покажет, что ничего страшного нет. Как он сам отнесся к этой травме? Он наверняка хотел быть здесь. Да, он так и здесь сейчас, с командой. Ну, 9-го числа он полетит в Германию. Боб Хартли очень высоко ценит этого парня. Говорит, что он исключение исправил, что в таком юном возрасте у человека есть воля и дух. Я думаю, что вот эту травму, вот эту проблему, он преодолеет, не всякого сомнения. И мы увидим, как можно скорее, Артема Манукяна, нашего ястребка, на льду. Да, понятно. Все пожелаем ему здоровья, и понятно будет после Германии. Желаем ему удачи. Итак, мы продолжаем находиться здесь, на старой крепости. Продолжаем общаться с людьми, которые заполняют ее потихоньку. Напомню, что главное событие примерно в 8 часов вечера. Когда сюда, вот на эту площадь, покажите, пожалуйста, играет музыка. В 8 часов сюда выйдут хоккеисты Омского авангарда. Выйдет главный тренер, выйдет президент Максим Сушинский, который выступал в программе у нас. А мы продолжаем общаться с людьми. Здравствуйте. Это прямой эфир, это 12 канал. Расскажите, каким ветром вас сегодня сюда занесло? Я просто гулял, сюда пришел. Вы не знали об этом событии? Ну, пришел посмотреть. Что такое авангард для вас, лично для вас и для города Омска? Для меня это команда, которая находится в моем родном городе, за которой я смотрел детство. До сих пор. Насколько важно для вас наличие амичей в составе авангарда, так называемых ребят с нашего двора? Вам важно, что ребята, рожденные в Омске, с прошедшим прощения, мы передаем слово в студию. Я хочу взявить, я хочу взявить. Дорогие друзья, у нас в открытой студии капитан авангарда Алексей Емелин. Алексей, приветствуем тебя. Как пребывание в Омске, как настроение, как болельщики встречают? Отлично, болельщики тоже очень тепло встретили. Правда, погода не очень теплая, но болельщики нас согревают как могут. Вы сегодня летели, были готовы к тому, что резкое понижение? В Омске смотрели прогноз погоды, куртки брали? На самом деле не успели прогноз погоды посмотреть, все очень быстро. Из Питера прилетели сюда, немного отдохнули и уже вот здесь уже. Уже на каких-то интерактивных зонах побывали, пообщались с болельщиками? Ну, общаться не удалось. Больше, наверное, фотографий, автографов. Да, были какие-то зоны, но еще многое впереди. Ну что, новый сезон, уже воскресенье. У нас много, я вижу у Максима, таких хоккейных вопросов. Да, прям руки чешутся, язык тоже, чтобы задавать вопросы. Алексей, первый вопрос связан с вашим номером игровым. В прошлом играли под 47-м, сейчас 74-й, вернули себе. Почему решили эти цифры вернуть? Ну, я всегда играл, в принципе, на протяжении карьеры своей, под 74-м номером. И когда пришел в «Авангард» в прошлом сезоне, этот номер был занят. И взял просто зеркальные числа. И в этом сезоне попросил, чтобы мне номер вернули. И поэтому взял обратно свой номер. Алексей, вы с нового сезона, нового капитана «Авангарда» в предсезонке. Уже приходилось роли капитана выполнять? Может, там на скамейке запасных какие-то команды раздавать? Как это происходит у вас? Не команды, наверное, больше разговаривать с ребятами и в раздевалке подбадривать. Потому что, ну, всегда должен быть человек, и не один, он в раздевалке есть. И существуют ассистенты, которые помогают. Да, у вас, кстати, целых 4, да, ассистента, правильно, Максим? Да, 4 ассистента, совершенно верно. Вот как раз 4 ассистента для Национальной хоккейной лиги – это, в принципе, обычная практика. Для КХЛ это, скорее, такое исключение, если можно сказать, нонсенс. Вот эти два дополнительных ассистента капитана, они как-то помогают вам? Может быть, Коди Францин, который является ассистентом, он отвечает за англоговорящую группу хоккеистов и доносит те мысли, которые вы пытаетесь донести до команды. Вот эти два дополнительных ассистента, что они дают вам как капитану? Ну, больше человек, больше, так скажем, помощников. Я не говорю, что они помогают конкретно мне, в том числе и мне, но, прежде всего, у нас в каждой команде лидер. И не только наша группа ассистентов капитана, а каждая в команде может повезти за собой. А эти ребята взрослые, опытные и, в особенности, до молодых передают им опыт, доносят до них какие-то вещи. Алексей, вообще какая атмосфера сейчас в команде перед началом нового сезона? Какой настрой у ребят? Ну, ребята в полной боевой готовности. Уже вот скоро первая игра и все уже немножко даже нервничают. Давно не было таких игр серьезных. И достаточно серьезный соперник у нас впереди, был бывший финалист прошлого сезона. И поэтому все боевые готовности сейчас. Вот сегодняшний праздник, вот эта энергетика от болельщиков, она как-то поможет вам, вот как игрокам, да, на площадке подзарядитесь. Все-таки в Балашихе, я понимаю, вас любят, но не такое количество, да, там людей, болельщиков приходят, как вот на матч здесь, в Омске. Да, безусловно, это атмосфера вся, это антураж, который вокруг сейчас здесь происходит, нас зарядит. Вот, кстати, первая игра сезона сразу против ЦСКА, против топового соперника. С кого, считаете, лучше начинать? Может быть, с какого-то середнячка сезона или вот сразу, чтобы войти по полной программе именно с топовой команды? Ну, я думаю, тут не имеет никакого значения. И нет таких, я думаю, сейчас уже соперников в лиге, которых можно считать за слабых или средних, или сильных, разделять их. Поэтому мы настраиваемся, так скажем, на игру серьезную и не смотрим, какой будет соперник у нас. Алексей, вот вас сейчас смотрят десятки тысяч амичей, 12 канал смотрит не только в городе, но и в районах области. А что вы, как капитан, пожелаете болельщикам в новом сезоне, болельщикам Омского ангарда? Пожелаю бы только поддерживать нас, потому что нам не хватает вашей поддержки. Мы вдалеке от Омска, но мы все-таки чувствуем ее. И приезжая в другие города, очень много все равно болельщиков приезжает, и это нам очень помогает. Спасибо большое. Удачи вам, удачи в новом сезоне. А мечи всем сердцем, всей душой болеет за родную команду. Вот вы говорите, что вам это передается, это замечательно. Очень надеемся, что кубок будет наш. Спасибо, мы тоже. Спасибо, это был капитан Омского ангарда Алексей Емелин. Дорогие друзья, будем надеяться, что в новом сезоне мы увидим еще больше силовых приемов, шикарных силовых приемов от нашего капитана Алексея Емелина, особенно с учетом того, что в континентальной хоккейной лиге все больше канадских и финских площадок. А на них, как говорил наш новый капитан, гораздо проще проводить как раз хиты, которыми Емелин и славится. Это такие яркие силовые приемы, которые добавляют зрелищности хоккею. Мельницы, когда соперник перелетает вверх тормашками, летит через того хоккеиста, который применил против него силовые приемы. Думаю, таких мы увидим, не один десяток в новом сезоне. Ну, а какая сейчас у нас атмосфера в интерактивной зоне, нам готов рассказать Андрей Блохин, который в самой гуще событий общается с болельщиками и рассказывает, что интересно происходит в Омской крепости в эти минуты прямо сейчас. Давайте передадим слово Андрею Блохину. Дорогие друзья, если вы до сих пор не здесь, не на Старой крепости, то я просто не понимаю. Посмотрите, что тут происходит. Так называемая игровая активность. Вот она, бросковая активность. Юные хоккеисты овладевают искусством бросков. Ребята, вы хотите стать чемпионами? Да. А ты? Да. Авангард уже чемпион? Да. Правильно, правильный парень. Мы идем дальше. Вот смотрите, еще одна бросковая площадка, и тут выстроилась целая очередь. Посмотрите, вот это мастер своего дела. Надо попасть вот в одну из этих отверстий, так скажем. Идем дальше. Что тут дальше происходит? Дальше тут продают сувениры авангардовские. Еще дальше идут великолепные, уникальные соревнования. И знаете, вот так же, как мы буквально, как простые болельщики, журналисты, бродил вот по этим всем площадкам. Павел Дедунов, новичок омского авангарда, очень скромный, но в то же время буквально зажигающий парень. Это пока, по мнению болельщиков, пожалуй, самый сенсационный новичок авангарда в этом межсезонье. Отлично играет, много забивает. И еще в Санкт-Петербурге я встретился с ним, передал привет отомских болельщикам, их пожелания и поговорил с Дедуновым. Давайте послушаем наш разговор. Вы в том году выступали в Амуре. Вообще, вы коренной амурский воспитанник. Новый вызов, переход. Насколько вам тяжело дается, вот скажем, смена обстановки? Вообще-то переезд из одного города в другой, это вообще для любого человека стресс. А тут, когда всю жизнь провели? Да, ну, в принципе, никакого стресса для меня нет. Приехала моя семья, ребенок, жена, даже теща вот сейчас приехала. В Валашихе, Москва? Да, сейчас меня ждут. То есть, как бы, я дом перевез, грубо говоря, сюда, и теперь быт у меня в Валашихе. То есть, все нормально, никакого стресса нет. Экса-мечи, вернее, амурцы с омскими корнями, рассказывав, пьянов, турбин. Как много об Омске рассказывали, как напутствовали? Ну, говорили, что там хорошие болельщики, то есть, вот, так, хорошая команда, то есть, такие общие слова, даже где-то, какая, что требуют в команде, тоже рассказывали, какая тактика где-то, как играть, то есть, желали удачи. Скажите, вот, борода, это обычно плей-оффные обычаи. Вы уже сейчас заранее готовитесь к плей-офф? Нет, это просто, я не люблю бриться, как-то не привык бриться. Да? Раз в неделю? Ну, даже, может быть, раз в месяц, так вот. Давайте пока первый хит-трик не сделаете, не побрить. О, нет. Судя по тому, как вы начали, все будет как раз как надо. Ну, ладно, дай бог, дай бог. Вообще, ожидали, что в прошлом матче вообще поставили второе звено к беку? Каково с беком играть? Ну, со всеми ребятами, кто сейчас в команде, хорошо играть. Вот, поэтому главное выходить, выполнять установку. Вот, а в каком звене, конечно, важно, что тренерский штаб доверяет. Вот, я постараюсь так же оправдывать их. Вам знакома такая фамилия журналиста Пороскун? Да. Вы знаете, что он проиграл вам спор? Знаю. И как будете разбираться с этим делом? Когда мы сможем это снять? Как у нас повезет? Ну, не знаю. Он как-то писал мне, что надо исполнить им обещанное. Вот, не знаю, как. Когда он мне напишет, мы встретимся, обсудим все детали. Давайте напомним, он не верил, что вы забьете 10 шайб, да? Да, да, все именно так и было. Что он обещал? Прокатить меня вокруг Платином-арены в Хабаровске. Егор Пороскун, держись. Да. Придется прокатить. Продолжение следует... Ловил я много, ловил я часто, пираньи тоже я ловил. Но как-то раз, мужики, ну, прям с огромной пастью по пазу прям крокотил, но только рыба моей мечты. Мы в бою не стесняемся только рыба моей мечты, но только рыба моей мечты. Авангард моей мечты, только ты. Группа стерео! Омский! 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 Ну что, друзья, а мы продолжаем хоккейную тему. До презентации команды «Авангард» остается всего лишь один час, пять минут, понимаешь? Совсем чуть-чуть, друзья. Да, друзья, ровно час, и вы узнаете, кто будет в новом составе команды сезона 2019-2020. Ну а мы все-таки продолжаем хоккейную тему, и у нас тут все-таки праздник хоккея. И мы возвращаемся в открытую студию 12-го канала на экраны с интервью Боба Харты. Давайте поаплодируем, чтобы они нас услышали. Тихо-тихо-тихо, нет-нет-нет, друзья, он вас слышит, поверьте мне. Дайте еще раз шуму главному тренеру! Спасибо, да, в открытой студии действительно главный тренер Омского «Авангарда» Боб Хартли. Здравствуйте, Боб, еще раз. Как пребывание в Омске? Успели ли соскучиться? Как вам наша сибирская погода? Скучали по нам? Наталья будет помогать переводить. Я понимаю, что ты не ошибся в Омске, а не ошибся в воздухе. Конечно, каждый раз, когда мы приезжаем сюда, это дождь. Но всегда солнце в Омске. Но вы посмотрите на все фанаты, это так круто, чтобы приехать сюда. Когда я signed мой контракт, я пришла на миссию, чтобы помогать Овенгарда в Омске. Мы знаем, что плохое новое новое новое, что мы нашли в Омске с проблемой в Омске, и мы пришли к Белешика, но теперь мы получили новое 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 в Омске. И это очень позитивно для Овенгарда и всех этих хороших хоккейских фанатов. Почему-то каждый раз, когда мы приезжаем, Омск встречает нас дождем, хотя это очень солнечный город. Но посмотрите только, сколько сегодня людей, все соскучились по хоккею. Действительно, атмосфера потрясающая. И когда я подписывал контракт и приезжал в Овангард, я приезжал именно в Омск для того, чтобы помочь омской команде. Конечно же, мы все знаем те печальные новости, которые произошли с ареной, но сейчас нас обрадовали тем, что была презентация уже новой арены, поэтому все будет здорово. Боб, на прошлой неделе Александр Крылов говорил о том, что вы восхищаетесь Омском и говорите, что это идеальный город для того, чтобы выиграть кубок. Почему? Да, я говорил о том, что в конце концов, в конце концов, с Александр и Макс, и мы должны поговорить, поэтому, естественно, Александр и Макс, которые были боссы. Я люблю КХЛ, я люблю Россию. Я только прошел месяц в Омске, поэтому мы увидим, что будущий ожидает для всех нас, но новая арена, это будет очень интересная. Вы говорите, почему вы говорите, что Омск – это лучшая город, чтобы победить кубок? Ну, потому что это – это хоккейская город, поэтому я решила приехать в Омск. Я получил несколько offers, и я говорил, что Илья Ковальчук, говорил, что многие русские игроки, которые я coached, или даже канадские игроки, которые играли в КХЛ. Они сказали, что вы играете против Омск, это очень тяжело играть там, потому что фанцы были хорошие, есть невероятная атмосфера в арене, эта город – это хоккейская, поэтому я решила приехать здесь. Омск – это идеальный город для того, чтобы выиграть кубок, потому что это по-настоящему хоккейный город. И когда я разговаривала со многими ребятами, в том числе с Ильей Ковальчуком, или с ребятами, которые приезжали и играли здесь в качестве противника, они всегда говорили, что здесь очень сложно играть, потому что в Омске действительно невероятная поддержка со стороны трибуны, все обожают хоккей, поэтому я и приехал в Омск для того, чтобы побеждать именно с командой «Авангард». Все очень скучают здесь по хоккею. Каким будет «Авангард» в новом сезоне? Какой стиль игры ждать болельщикам? Какие думаете, что «Авангард» будет выглядеть в следующей сезоне? Какие игры фанцы ждут? Ну, возможно, это же время. Конечно, мы были большие победы, но в то же время мы добавили очень интересные игроки. Теперь мы просто должны дать им время, чтобы реально гелать как команда. И мы начнем в следующую неделю длительную маратону 62 игроков, которая ведет нас в плей-оффе. И когда вы в плей-оффе, как мы видели в этом году, все может происходить. Как раз о новых игроках покинул команду Илья Михеев, но подписал «Авангард» Никиту Щербака, которого многие фанаты сравнивают с Ильей. Можно ли говорить о том, что это равноценная замена, или все-таки это разноплановые хоккеисты, и нельзя говорить о том, что Щербак – это замена действительно Михееву? Микки left «Авангард», но теперь мы имеем Сербак, «Авангард» и «Авангард» и «Авангард». Мы все желаем его лучшим в Торонто и в НХЛ. И в то же время, мы могли бы получить Никита Щербак, но они два разных игрока, и, конечно, это легко, чтобы выиграть в компарисменте, но в то же время, я думаю, что мы должны получить Никита Щербак время для того, чтобы улучшить себя в КХЛ. Он не играл очень много хоккея в последние 2-3 лет, поэтому, в то же время, давайте ему дать время для того, чтобы улучшить себя в КХЛ. И я уверен, что Никита будет делать хорошо. У Ли Михеева огромная популярность не только в России, но и, по большому счету, главное место – это ОМС, где его любят и ценят. И мы очень гордимся, и мы ему желаем только самой большой удачи в НХЛ. Очень-очень гордимся, и успехов всевозможных ему хотим пожелать. Мы приобрели Никиту Щербака. Нельзя сказать, что это прям такая замена. Ему все равно потребуется какое-то время для того, чтобы влиться, адаптироваться, поскольку последние 2-3 года он играл не так много, как хотелось бы. То есть необходимо дать Никите Щербаку время, и он себя проявит. Боб, вы уже целый сезон провели в России, посетили много российских городов. Есть среди них город, который вам напомнил ваш родной Хоксбери? – Есть ли есть город в России, что вы напомнили вам о Хоксбери, вашем родной Хоксбери? – Омск. Обычно Омск – это гораздо большая. Хоксбери только 10,000 популяции, но это – это город индустриальный, это – это огромная хоккейская, и это – это город в городе Омске, и это – это город в городе Омске. Так что, как быстро я перейдил, я перейдил в прошлом году с Александром Криловом, и я сказал Александру, я сказал, что это выглядит как моя домашняя, так что, это выглядит как дома здесь. – Пожалуй, я как раз и назову город Омск, поскольку Хоксбери – это маленький все-таки город, Омск намного больше, потому что в моем родном городе лишь 10,000 населения, но это тоже индустриальный город, и он расположен на берегу реки, поэтому, когда я приземлялся только в первый раз с Александром Криловым в том году, я посмотрел и сказал, боже, так это как у меня дома, просто такой же город. Поэтому чувствую себя здесь действительно как дома. – Вот, кстати, если вдруг кто не знает, в Хоксбери есть арена ледовая, которая называется именем Боба Хартли, и, кстати, Боб, первая ваша команда – это Хоксбери Хоукс, ястребы из Хоксбери. Сейчас вы тренируете команду ястребы из Омска. Считаете ли вы это какой-то судьбой в своей карьере? – Первая команда была Хоксбери Хоукс, и теперь ты с Омск Хоуксом. Вы считаете, что это destiny? – Может быть. Я сказал Александру и Максу, что моя карьера очень близкая к этому, так что, может быть, это мой последний раз. – Возможно, да. И я как раз разговаривал с Александром Крыловым и с Максимом Сушинским и говорил, что, в принципе, по большому счету, моя тренерская карьера уже близится к своему завершению, и, возможно, это моя финальная остановка. – Вот, кстати, Александр Крылов говорил на прошлой неделе о том, что он будет добиваться того, чтобы Боб вернулся сюда в Омск вместе с Авангардом и тренировал, продолжал Авангард, даже по возвращении команды в Омск. Я думаю, что это было бы идеальным подарком для всех омских болельщиков. – Идеальный подарок будет если вы приехали сюда, когда Авангард, когда Авангард в Омск вместе с Авангардом. – Идеальный подарок. – Идеальный подарок. – Идеальный подарок. – Да, вы знаете, болельщики наши действительно заслужили того, чтобы в городе была хорошая новая арена, которую мы недавно нам презентовали. И больше всех-то подстрадали, в первую очередь, и болельщики. Но где бы мы ни находились, хочу сказать огромное спасибо. Мы всегда видели нашу поддержку на трибунах, всегда за нами, даже на любой выездной игре, всегда чувствуется поддержка всех зрителей. И, конечно же, это отличная новость, что команда в скором времени вернется в Омск. – Боб, нас сейчас смотрят тысячи омичей, не только в Омске, но и во всех 32 районах области, где вещают 12 канал, здесь сотни омичей собрались. Что вы пожелаете болельщикам «Авангарда» в новом сезоне? – Наша конечная и главная цель, к которой мы все идем, это Кубок Гагарина. Одно я могу обещать наверняка, что мы приложим все усилия, мы будем с гордостью представлять команду «Авангард», будем стараться изо всех сил, и давайте мы одержим победу в этих 16 матчах плей-офф, и уже тогда выпьем все из Кубка Заветного. – Спасибо, большое, удачи вам, гуд лак. Мы верим в «Авангард», мы любим «Авангард», весь Омск болеет за «Авангард», и мы тоже очень хотим, чтобы Кубок был наш. Желаем вам удачи. – Спасибо, большие друзья. – Удачи. – Спасибо, главный тренер Омского «Авангарда» Боб Хартли. Спасибо большое. Дорогие друзья, в том, что Кубок будет в Омске, если честно, у меня нет никаких сомнений, потому что это тренер-чемпион, это тренер, который приводил все свои команды к высшим наградам во всех чемпионатах абсолютно, где он когда-либо тренировал. Это и АХЛ, и НХЛ, это и швейцарская лига, теперь очередь за континентальной хоккейной. – Ну что, мы, наверное, передадим слово Андрею Блохину, узнаем, как у него дела. Андрей, что сейчас происходит в интерактивной зоне, что омичи делают на интерактивных площадках. Сообщи нам самую последнюю информацию, передай нам атмосферу. – Дима, Дим, встань, я сейчас фотку пускаю. – Спасибо большое. – Спасибо. – Все, все, спасибо. – Дорогие друзья, ну почему вы до сих пор не здесь? Подходите, здесь лучшие люди города, и не только. Хартли красавец, да? Вы слышали, как встретила его арена? А слева от меня, по левую руку, прямо сейчас, в прямом эфире, несокружимая и легендарная Надежда Демичева. Ура! – У-у-у! – Спасибо большое. Здравствуйте, добрый вечер. Родные омичи! – И гости нашего города. – Это прекрасная стандартная фраза. И гости нашего города. – Я открою небольшой секрет. Примерно через 40 минут, когда сюда на сцену выйдут хоккеисты авангарда, представлять их будет вот эта великолепная, красивая девушка, которая является золотым голосом омского хоккея. Только вы могли пропеть так. Изумительно, Максим Сушинский, пожалуйста. – Пропеть? – Пропеть. – Шайбу забросил Максим Сушинский! – Номер 33! – Надежда Демичева. Это символ омского хоккея. Я напомню, что она была простой учительницей, а стала женщиной, которую знают все в городе Омске. Скажите, как вы лично перенесли переезд авангарда в Балашиху в том сезоне? Насколько это было тяжело? – Очень тяжело. Такое впечатление, что какой-то части тела перестало существовать. Очень прекрасно, что есть такая идея восстановить дворец, и чтобы в авангард вернулся, потому что Омск любит хоккей, Омск любит авангард, и мы обязательно дождемся возвращения авангарда в наш родной город. – Вы уже придумали первую фразу, которую скажете на новой арене Омск? – Ну, это тайна. Лучше так. – Есть, есть какие-то фразы, да? – Конечно, есть, обязательно. – Как вы сейчас общаетесь с нашими мальчишками, с этими ребятами? Насколько вы близки к ним? Как они к вам относятся? – Относятся с уважением, это приятно. Даже те команды тоже уважительно относятся, видимо, знают меня уже, наверное, по фамилии. И тренеры, тренеры всех команд, которых я видела, тоже уважительно относятся, поэтому ничего не изменилось. Прилив энергии и хочется еще и еще больше и больше работать с авангардом. – Вообще, я считаю, что, да, сегодня тучки и дождик пошел, но хорошая дорога начинается с дождя. Мы же это знаем? – Да, конечно. Самое интересное – это, наверное, Омск все-таки льет слезу, пусть немного скупая, не надо больше, но это слеза о мечей. – Как здорово сказано, вы настоящий поэт, так скажем. А как раньше, я думаю, что мы великолепно пообщались с Надеждой Девичевой. Надя, спасибо тебе громадное, отпускаем тебя. Ну и Омский! – Авангард! – Воистину! – Пойдем? – Все, я пошла. – Давай. – Есть талантливый, а есть способный. Талантливый, вот, как мы знаем, да, вот талант, он ничего не делает, он в любом деле, Эйнштейн там, он талант, он просто талант, он ничего не делает, у него сама приходит, божий дар, а способный, он свои качества развивает, оттачивает и развивает. – Огранивает алмаз, получается, бриллиант. – Да. – А вот скажите, вот сам себя сделал, Сушинский, команда «Авангард» сделает чемпионом? – Сам себя, никто не может из себя сделать того, о чем он мечтает даже. Сам никогда ничего не сделает. Вот вы хотите быть там, не знаю, Маслаченко, да, предположим? – Не выйдете. – Великим или Озеровым. Одному ничего не сделать. Коллектив, работа, правильные свои жизненные позиции и так далее, тогда получится. Вот тот хоккей, в который сейчас играет «Авангард», в нем есть кусочек, капелька Искорка Сушинского? – Есть, конечно. Кто голы забивает, вот это Искорка Сушинского. Голы забивает надо, нападающие. – Уважаемые друзья, это было интервью первого тренера Максима Сушинского, Александра Балаева. Балаева, мы его встретили во время турнира в Питере, поговорили с ним о Су-33, и мы передаем слово студии. – Да, Андрей, спасибо. У нас в студии новый гость. Это двукратный обладатель Кубка Стэнли, новичок «Авангарда», защитник Вячеслав Воинов. Вячеслав, здравствуйте еще раз. Как пребывание в Омске? Вообще были в нашем городе раньше? – Да, в Омске было очень часто, когда мы играли еще на Нью-Йоркском уровне. Пережали практически через каждые выходные. – А, вот так? – Да. – Ну, какие впечатления вообще от города тогда, детские? И вот сейчас вас встречают здесь сотни тысячи болельщиков. Успели проникнуться в вот эту атмосферу? Почувствовали, как в Омске любят хоккей? – Ну, мы, к сожалению, только вот утром прилетели, но вот такой праздник для болельщиков, и вот очень приятно в нем участвовать. Очень хорошо, что такие мероприятия проводятся, то, что это очень супер для хоккея, для болельщиков. – Как ваша адаптация в команде? Вот сколько вы уже, несколько месяцев, да, в «Авангарде». Как атмосфера в команде? Как вас приняли? Может быть, уже какое-то прозвище получили, да, вот у нас там был Александр Пережогин, его арбузом называли, я знаю. – Емелин Емеля. – Да, да, у вас есть какое-то прозвище? – Нет, прозвища нет, просто слава. А что касается адаптации, то, я думаю, она закончилась на второй день. До того хороший коллектив, организация, все просто супер. – То есть никаких проблем не испытываете? – Вообще ничего нету, все отлично, быстро все и тренера понимаем, и сам коллектив очень дружный, и с таким приятно работать. – Вы опытнейший хоккеист, были ли в вашей карьере такие случаи, такие команды, которые находились в такой сложной ситуации, как «Авангард», которые вынуждены играть вдали от своих родных, любимых болельщиков, вдали от домашних трибун? Были такие ситуации вообще в карьере? – Да я даже не то, что у меня, я даже не припомню, что вообще какие-то команды попадали в такую ситуацию, как «Омск» попал. Это очень ужасная ситуация, но что есть, то есть. – Вот, кстати, помятуя о том, что в прошлом плей-офф Чудинов забрасывал в двух матчах подряд шайбы в ворота Бориса из своей зоны, от своей синей линии, я думаю, что если мы увидим точные броски Вячеслава Войнова, тоже от синей линии, может быть, и от своей, то у нас уже есть «Чудо-пушка», будет еще и «Царь-пушка». Поэтому я думаю, что подобное прозвище, может быть, приживется среди болельщиков. – А, то есть ты предлагаешь такое прозвище? – Да, это уже как вариант. Ну, кстати, по вашей роли, Вячеслав, в команде, в «Авангарде» в прошлом плей-офф появилась шикарная бригада большинства, более 33% реализации была, в каждом матче забрасывали. Вы с Бобом уже разговаривали о вашей роли как раз при розыгрыше лишнего, потому что, играя за «СКА», у вас было 23 шайбы, 15 из которых как раз в большинстве. – Ну, изначально, когда шли переговоры, шла речь о том, что нужен игрок на большинство, то, что мне как раз и подходит. Что касается на данный момент, да, мы на тренировках очень много уделяем этому времени, пока не все получается, но надеемся, что результат придет. – Боб Хартли, какое впечатление на вас производит главный тренер наш? – Впечатление самое положительное, чисто американский стиль. – Очень много деталей, на которые даже, бывает, люди не обращают внимания, за счет которых потом выигрывается матч. – Как вы наверняка слышали о словах, которые Боб Хартли говорил о вас, когда вот вы первую группу сыграли на «Хокке Сочи Оупен», он был впечатлен вашей игрой. Вот эти слова главного тренера как-то польстили вам, или, может быть, к рабочему моменту отнеслись к этому эпизоду? – Ну, не буду скрывать, приятно, но ничего большего, продолжаю работать и стараюсь выйти на свой уровень и стать еще лучше. – А вот с точки зрения хоккеиста, который долгое время не выходил на лед, да, все-таки 16 месяцев без игры, без игровой такой практики профессиональной, это не 16 дней, даже не 16 недель. Как быстро удалось влиться вот в этот игровой процесс, игровую колею? – У меня уже такая ситуация вторая в моей карьере. Первый раз было намного тяжелее, а сейчас я прекрасно понимал, что меня ждет, и я не ощутил таких огромных проблем, которые я думал, что будут, так что все в порядке. – Уже в это воскресенье «Авангард» играет с очень серьезным соперником. Какой настрой в команде на эту игру и вообще в целом на сезон? – У нас нет такого, что мы на какой-то конкретный матч настраиваемся. У нас есть задача на сезон, и мы будем стараться выиграть каждую игру, каждый момент нужно будет отрабатывать на 100%. – А будут ли в новом сезоне принципиальные команды, которым вы будете стараться забросить? Может быть, СКА, может быть, Трактор Челябинский, может быть, еще какая-то команда? – Ну, у меня нет такого, что я на кого-то настраиваюсь так, на другую команду по-другому. У меня все примерно одинаково, настраиваешься на каждую игру, пытаешься принести пользу команде, и самое главное, что команда выигрывала. – Вот, кстати, по игровым моментам. Вчера «Авангард», когда играл с питерским СКА, был эпизод, когда вас удалили за умышленный выброс шайбы, хотя шайба там просто рикошетом попала в вашу клюшку и вылетела за пределы площадки из зоны «Авангарда». Вот к таким моментам и, в принципе, к изменениям правил, а их сейчас очень много в новом сезоне будет, как относитесь и как считаете, вообще, такие изменения, они нужны ли в лиге? Ну, вот тоже вбрасывание, да, допустим, когда центральные нападающие, их будут удалять теперь, если они задержали, задерживают игру. Ну, лига развивается, придумывают что-то новое, я думаю, что это очень правильно, то, чтобы придумывать новые правила. Самое главное, чтобы эти правила работали для всех одинаково, и тогда я не вижу никаких проблем. Вячеслав, команда уже завтра улетает, да, Балашев? Точно, не знаю, по-моему, ночью сегодня улетает. То есть после праздника вы уже отправляетесь работать? Да. Что пожелаете болельщикам, поклонникам «Авангарда», Омску? Омск – это хоккейный город, все болеют всем сердцем, всей душой за родную команду. Что пожелаете мячам? У нас предстоит очень тяжелый сезон, и я думаю, что мы, не то что думаю, я уверен, что без наших болельщиков у нас не получится ничего, так что нужно нам быть всем вместе и пожелать, наверное, терпения, в такой тяжелой ситуации оказались, и при возможности приезжать в Балышиху и поддерживать нас. Пока есть возможность позадавать вопросы двукратному чемпиону, двукратному владельцу Костенли. Не хочется пускать, видите? Да, естественно. Вячеслав, вернулись в хоккей, играете теперь за «Авангард», и это будет хорошая возможность для того, чтобы вернуться и в состав сборной России. Я думаю, что вот такую цель тоже будете перед собой ставить, и вполне возможно, что болельщики «Авангарда» и, в принципе, российской сборной увидят вас уже на первом этапе Евротура. Как вот будете стремиться к этой, возможно, цели? Или все-таки выступление за клуб – это первоочередная задача? Одну другому не мешает, наверное, да? У меня все-таки цель выступать за клуб на очень хорошем уровне, помогать команде, выигрывать матчи. Как получится со сборной? Если будет все хорошо получаться, то, может быть, и в сборной получится вернуться. Загадывать ничего не буду, но и не ставлю таких целей, что прям в ущерб клубу буду стараться попасть в сборную. Такого не будет. Спасибо большое, Вячеслав. Мы вас отпускаем, можете присоединиться к команде. Спасибо, удачи вам, удачи в новом сезоне. Это был Вячеслав Воин, новичок «Авангарда-защитник» и двукратный обладатель Кубка Стэнли, который сейчас защищает цвета омского «Авангарда». Спасибо, Вячеслав. Спасибо. Всего доброго. Ну, мы продолжаем нашу прямую трансляцию, и пришло время передать слово Андрею Блохину, знать, что происходит сейчас в интерактивной зоне Омской крепости. Андрей, тебе слово. Уважаемые друзья, прямо сейчас рядом со мной Сергей Широков, легендарный, без сомнения, игрок для российского хоккея, один из любимцев омских болельщиков. Помните ваши ощущения год назад, здесь, на этом же месте, когда мы, а мячи, как нам казалось, прощались с командой, а команда не то, чтобы простилась, она поднялась на новый уровень. Сейчас нам можно сказать, что «Авангард» работает, играет на два города, и это общероссийская собственность, так же? Ну, в первую очередь, наверное, хочется сказать большое спасибо за поддержку нашим болельщикам, которые нас поддерживают везде, и в прошлом сезоне это ощущалось очень сильно, особенно это было в плу-офф, когда было много народу в Барысе, в Уфе, так что им огромное спасибо. Без них, наверное, не было того результата, который был в том году. И все-таки, наверное, нужно двигаться дальше нам. Мы сделали много в том году, потому что собралась новая команда, но одного небольшого шага нам не хватило. Сейчас нужно бросить все, чтобы для того сделать этот маленький шажок, потому что мы знаем какой-то тяжелый путь. Как мы прошли, и болельщики, наверное, тоже в курсе, что нам было непросто. И, наверное, им было непросто, потому что нам бы тоже хотелось играть при полных омских трибунах. Я знаю, как это на себя ощущал, и это хорошее чувство. Так что, к сожалению, все от нас зависит. Мы с удовольствием приезжали бы часто в Омск, играли бы здесь. И еще раз с огромным им спасибо, и мы будем стараться в этом году. Ну, сейчас вы примете на себя весь залп народной любви. Буквально через 30 минут вы выйдете вот на эту сцену под аплодисменты. Можно сказать, что «Авангард» – это одна, скажем так, из близких вашему сердцу команд, одна из родных? Ну, «Авангард», наверное, это та команда, которая занимает в моей карьере больше, ну, огромная часть моей карьеры, но всегда останется и сейчас в моей памяти, и только всегда хорошими позитивными эмоциями буду вспоминать и Омск, и команду, и все, что организация, все, что происходит здесь, конечно же, болельщиков. И здесь, еще раз скажу, наверное, хотелось бы чаще приезжать сюда, хотелось бы чаще видеться с болельщиками, общаться. И здорово, что сейчас такое мероприятие, когда можно пообщаться и с молодыми болельщиками, и семьи приходят, и взрослые люди. Так что спасибо вам огромное за поддержку, и мы будем, наверное, еще раз, скажем, не все от нас зависит, но если нас будут приглашать, мы будем с радостью приезжать сюда. Спасибо вам большое. Это был Сергей Широков в нашем эфире. Мы продолжаем работать. Вы видите, что происходит вокруг. И сейчас мы пойдем в народ, пообщаемся с людьми, поговорим с ними о том, как они любят авангард. Идем. Друзья, ну сейчас у нас в студии наши родные хоккеисты. Самые родные, какие только можно представить. Артем Манукян и Кирилл Семенов. Ребята, как вам возвращение в родной город? Долгое время здесь не были. Весь сезон играли в Балашихе. Как вам Омск и как вас встречает ваш город? Возвращаться всегда приятно домой. Мои болельщики встречают тепло, так сказать, все радуются. Мы тоже радуемся, что встретились с ними. И такой праздник сегодня прекрасный получился. Кирилл, ни один негативно настроенный болельщик сказал, что в принципе авангарду хоккеистам наоборот даже хорошо, что они играют где-то там недалеко от Москвы, в Подмосковье. И в Омск они особо не хотят возвращаться. Что вы ответите этому негативно настроенному болельщику? Как играется вдали от родных болельщиков, от родных трибун? Ну, мы везде их чувствуем, их поддержку. То есть, хотим вернуться скорее домой уже, потому что арену, когда построят, это очень круто будет для города. Я вырос тут и хочется играть в родном городе, играть для болельщиков. И несмотря на то, что мы находимся в Балашихе, играем в другом городе, все равно мы их чувствуем, их поддержку. Приезжают люди, приезжают друзья, это очень круто. И то, что сегодня сделали такое мероприятие для болельщиков, для нас, это только положительные эмоции. Это какой-то заряд там на старт чемпионата будет у нас. Это очень крутое мероприятие. Я рад, что мы сюда приехали. Немножко с погодой, да, не повезло? Но все-таки Сибирь, да? Да, чуть-чуть не повезло, но ничего страшного. Все равно люди пришли, огромное им спасибо. Мы знали, что сегодня много народу придет. Ну, с погодой, да, немножко все не подфартило. Артем, мы сегодня, наш корреспондент Андрей Блохин с вашей папой, с вашим папой пообщались. Он рассказал о вашем здоровье, но мы должны воспользоваться возможностью с первых уст узнать, что у вас, что за травма и как вообще процесс идет восстановления, когда мы вас на льду увидим. Ну, в игре с Динамо в товарищеском получил травму, так сказать. Ну, неприятную, пока по восстановлению не могу сказать, но не скоро. Пока так. Это не последнее повреждение, потому что вчера накануне выбыл еще и Денис Зернов, уже на первых минутах матча. То есть у нас уже две потери на предсезонке. Ну, на настрой команды это не сказалось. Какой настрой? Уже в воскресенье выходить на лед уже в рамках континентальной хоккейной лиги, в рамках нового чемпионата. Какой настрой в команде? Какая атмосфера? Конечно, мы заряжены, потому что начинается старт чемпионата, первая игра с ЦСКА, придут очень много болельщиков поддержать, как нас, так и их. Там хорошая команда, и мы готовимся к этой игре и к старту чемпионата. Мы желаем вам удачи. Что пожелаете вы, а мячам, своим болельщикам? Несколько слов от Кирилла. Это Артема тоже хотелось бы услышать. Хотелось бы пожелать в первую очередь здоровья, счастья, семейного благополучия, чтобы были всегда с командой в хорошие времена и в плохие, а мы будем стараться радовать хорошей игрой. Спасибо большое. Вы нас также поддерживаете. Мы всегда вас чувствуем везде, несмотря где мы находимся. В Балашихе играем, либо в Нижнем Новгороде. Мы хотим вернуться сюда скорее и поддерживайте так же, как вы все годы поддерживали нас. Мы играем для вас, и мы будем побеждать. Спасибо. Мы очень верим. Верим в команду, болеем. Надеемся, что кубок будет наш. Спасибо большое. Кирилл Семенов и Артем Аннукиан были гостями нашей открытой студии. Уважаемые телезрители, наше эфирное время стремительно истекает прямо сейчас. Выпуск часа новостей смотрите на 12-м канале. Ну а затем в 8 вечера продолжение прямого эфира из Омской крепости. Презентация «Авангарда» все самое интересное еще впереди. Большой хоккейный вечер на 12-м канале продолжается. «Авангард! Авангард! Авангард! Авангард!» Еще! Я вас поснимаю. Ребята, это должно остаться в памяти. Каждый громкий шум! АПЛОДИСМЕНТЫ Я обожаю, я обожаю Омск. Это действительно столица хоккея. И то, что сейчас он в наших сердцах, вы доказывайте это. Ну что, друзья, как же мало времени остается все-таки до официального, друзья, официального уже старта нашего сегодняшней презентации. Я предлагаю прямо еще. Вот мне там девочка крикнула, что я еще хочу кричать. Что? Может быть, мы какую-нибудь новую покричим? Омский ястреб, я просто кайфую от этого. Омские ястребы. Давай, ребятам будет тоже приятно, я думаю. Мы же все вместе. Не-не-не, там все. Я слышу, что Омский авангард нужно кричать. Ребята с флагами сказали, что только оно. Ты готов, Антох? На тебя сегодня вся надежда, понимаешь? Омский авангард! Омский авангард! Еще! Омский авангард! Омский авангард! По... Хей! Омский авангард! Омский авангард! Омский авангард! Оток! Такое ощущение, что девчонки просто такие, нам надо покричать. Парни просто молчат. Нет, парни такие... Нет, друзья, давайте мы знаете, как сделаем? У нас вот одна большая такая площадка. Мы ее сейчас визуально поделим пополам и просто... Давай этот мужчина с флагом белым будет нашей серединкой. Да, давай, давай. Так, я беру... Назвали тебя хоть раз серединкой? Как тебя зовут? Как тебя зовут? Серега. Серега его зовут. Итак, ребят, вы будете... Я прямо на вас смотрю, вы моя часть. Вы такие же, как я, такие же крутые, такие же яркие. Поэтому вы, ребят, моя половинка сегодня. Ребят, я сейчас влюбился в каждого, но мы сейчас с вами одна команда. Я вижу здесь настоящие фанаты авангарда. Ребят, пошумите просто так, чисто ради, чтобы того показать, что мы здесь. Итак, вот она наша часть, наша команда. Ребят, все, кто там находится, все вы с нами. Давайте проверим все-таки небольшое соревнование. Да, что вы будете кричать, давай, чтобы мы понимали. Давай мы будем омские, а вы авангард. И а потом поменяемся. Но мы же вас выиграем, сам понимаешь. Чем вы нас выигрываете? Ну, харизмой, как минимум. Харизмой? Как минимум. Так, ребят, ребят, подождите, подождите. Тихо, тихо, Ром, тихо. Вы готовы кричать авангард? Мы с ним поспорили на просто огромную сумму, чтобы мы сейчас их выиграем, эту половину. Так, давай, давай, Ром. Я готов тут. Нет, ну мы с... Давай попробуем. Ребятки, все вместе, мы единое целое. Готовы на счет три. Раз, два, три. Раз, два, три. Осты и полага! Осты и полага! Осты и полага! Осты и полага! Ну, хорошо. Ром, Ром, ну, честно, я же выиграю. Че ты выиграешь? Да я выиграю. Давай теперь мы... Подожди, давай, давай. Окей. Если ты нацелка уверен, я предлагаю тебе разбежаться и в толпу прыгать. Готов. Готов. Давай. На низком. На, все. Ладно, друзья, а теперь поменяемся. Посмотрим, насколько вы сможете стартануть. Вы готовы? Давайте. Так ты, может, мою половинку не будешь трогать? Хорошо. Да, конечно. Все, ладно. А то, смотри-ка. Так, так, ребят, готовы? Я вот, я люблю каждого из вас. Тебя тоже. Тебя просто возьму в жены. Все, готовы? И... Монжей, полага! Монжей, полага! Монжей, полага! Монжей, полага! Ну, так, все здорово. Это значит, что мы единое целое, как я и говорил. Потому что, когда вы кричали, авангард было громче. Но тут все понятно, да? Авангард это то, что заставляет каждого болельщика трепещать от удовольствия. И сегодня такое произойдет, друзья. Потому что потом почти уже. Давай уже контрольную проверку, Роман. Контрольную проверку. Еще? Уже нужная контрольная проверка. Ведь... Давайте тогда сделаем массовое, массовое видео. Большое одно. Я предлагаю сейчас также достать телефоны, но не включать фонарик, а включить селфи-камеру. Давайте, доставайте. Сделаем один большой видео-флешмоб в Инстаграм, ВКонтакте и в других социальных сетях. Вы готовы, друзья? Достаем все телефоны. Давайте. Давайте придумаем хэштег. Зачем хотя его? Зачем придумывать? Авангард вперед. Все. Авангард вперед на русском языке. Снимаем селфи, выкладываем в Инстаграм и ВКонтакте. И в любую другую социальную сеть. Ты с нами? Я тут вот прямо лучше в твоем кадре буду просто самой красивой. Итак, достали все телефоны. Не вижу, друзья. Где они? Руки, руки, руки. Давайте поднимем. Пойдем. Пойдем, Даня. Итак, все массово делаем. Итак, сейчас мы в Омске. А я... Ну, начинается, да? Я начал говорить на камеру. Я сбился. Ладно. Готов? Давай, я доверю это тебе. Дорогие друзья, прямо сейчас мы находимся на официальной презентации хоккейного клуба «Авангард». Ну, все, 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 Роман, у нас... Не забываем ставить хэштег «Авангард вперед». И давайте покажем, сколько нас много, сколько активных людей, кто поддерживает и болеет за свою команду. Ну, а сейчас, Дань, этот дым не просто так. Да, потому что прямо сейчас, друзья, мне кажется, нам нужно уже обратить внимание на экраны, потому что буквально сейчас там должны появиться те самые заветные цифры, которые нас отделяют от старта. И мы вместе с вами будем считать... 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. «Авангард» поехали! Хоккейный клуб «Авангард» представляет презентация команды «Авангард» сезона 2019-2020. Вы готовы? Мы начинаем! «Авангард» «Играете» ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Добрый вечер, дорогие друзья! Мы рады приветствовать всех болельщиков «Авангарда». Сегодня мы пригласили вас, чтобы представить обновленный состав команды «Авангард» перед 12-м сезоном континентальной хоккейной лиги. Четыре дня отделяют нас от старта сезона. И начинаем этот отсчет здесь, в Омске. Я приглашаю на сцену заместителя председателя правительства Омской области Татьяну Васильевну Дернову. Прошлый сезон выдался непростым, но ястребы сохраняют связь с городом и областью, которую они представляют. Пусть «Авангард» пока играет далеко от дома, но его сердце здесь, в Омске. Татьяна Васильевна, вам слово. Добрый вечер, дорогие амичи. Добрый вечер, дорогой Авангард. И если позволите, несколько слов по-французски. Ну вот буквально сейчас при подходе к сцене я поняла, что Боб Хартли говорит по-французски. И можно я немножко к нему сейчас обращусь? Потому что эти слова, мне кажется, для него очень важны, как одного из главных людей в том, что сегодня происходит, и что происходит с нашей командой. Месье Боб Хартли, мы рады, что наша команда – это чемпион, и лучшая в конференции в Остах, и наша городская, Наталья Омск, наша регион, и рада нашей команде. Дорогие друзья, мы, безусловно, простите мне мой уже теряющийся французский, 12 лет не практикую, но, тем не менее, мне кажется, этот человек заслуживает того, чтобы услышать наши эмоции, а сейчас вы мне поможете. Мы очень ждали, мы очень скучали, мы очень рады, что вы сегодня здесь. И мы точно уверены в том, что очень скоро огромное количество мячей вновь и вновь уже в новой арене Омск будет болеть за лучшую команду всех времен и народов, за наш родной авангард. Ура! Ну и, наверное, уже пора приглашать самых главных виновников сегодняшнего события. И всем приветствия и поздравления от губернатора Омска области Александра Леонидовича Буркова я с удовольствием передаю. Спасибо, мячи! Спасибо большое вам, Татьяна Васильевна. Мы провожаем вас громкими аплодисментами. Приглашаем на сцену и приветствуем овациями президента хоккейного клуба «Авангард» Максима Сушинского и главного тренера нашей команды Боба Хартли! Можно еще громче, друзья. Мы очень рады видеть вас в Омске. Спасибо. Спасибо. И сразу предоставим слово Максиму Сушинскому. Добрый вечер, Омск. Приветствую вас здесь. Спасибо, спасибо за то, что вы нас поддерживаете. Пришло... Пришло... Спасибо большое. Вы мне так не дадите сказать ничего. Давайте я скажу что-то. Потом будем встречать команду такими же радостными аплодисментами. Наверное, прошлый сезон вспоминать не будем. Это уже прошлое. Будем двигаться вперед и думать, что у нас впереди. Потому что этот сезон будет еще интересней, еще будет красочней и еще, наверное, страстней. Поэтому, когда вы нас поддерживаете, мы всегда это чувствуем. Поддерживайте нас, оставайтесь с нами, и мы вернемся. Я думаю, что все уже видели проект новой арены и ждут, когда его здесь построят. Поэтому уже дни за горами и скоро Авангард вернется в родной город. Ну, теперь передам слово Бобу. Он сейчас скажет пару слов тоже в поддержку, наверное, нашей команды и поприветствует вас. Спасибо. Добрый вечер, большие друзья. Я говорю русский чуть-чуть. Любит Омск. Как Макс сказал, несколько недель назад мы получили фотографии нового рейка. И это был первый шаг в возвращении Авангард вернулся в Омск. Как сказал Максим, мы увидели презентацию новой арены, и это уже первый шаг к тому, чтобы Авангард вернулся в Омск. We assembled a group of players again this year that you will be very proud. Hard-working team, big heart, just like the tradition and the culture of people in Омск. в этом году мы собрали отличных игроков и вы непременно будете им гордиться. Это трудолюбивые ребята с большими сердцами, такие же, как и вы все. After every win this year, again, I will finish my speech with good job, отличная работа. Непременно каждую свою речь после наших победных матчей я буду завершать своей коронной фразой good job. Субтитры создавал DimaTorzok from avant-garde management. It is very simple. It's all or nothing. We want the Gagarin Cup back here in Омск. И у нас у всех стоит четкая задача от руководства Газпрома и от нашего руководства. Все очень четко. Все или ничего. Мы хотим привести Кубок Гагарина в Омск. Спасибо большое, Боб. Спасибо, Наташа Коваленко, наши бессменные переводчицы. Друзья, наступает момент, которого мы все так ждали. Сейчас они выйдут на эту сцену. Сейчас они наденут игровые свитера, в которых проведут этот новый сезон. И мне кажется, их должен объявлять голос, который много лет является голосом омского хоккея. Приветствуем Надежду Демичеву. Добрый вечер, уважаемые мечи и гости нашего города. И сейчас мы начинаем представлять игроков нашей команды. Внимание! Наш последний рубеж. Наши непробиваемые стены. Наши вратари. Игорь Бобков, номер тридцатый. Одиннадцать матчей на ноль в прошлом сезоне. Лучший игрок команды по версии болельщиков. Александр Исутницы, номер шестидесятый. В КХЛ проводит уже седьмой сезон. Оформил за это время двадцать один сухарь. Александр, добро пожаловать в авангард. Мы приветствуем бурными аплодисментами парней, которые всегда готовы подключиться к атаке. щелкнуть от синей и поймать соперника на силовой. Они готовы броситься под шайбу и любой ценой отстоять ворота. Защитники авангарда! Коди Франца, номер четвертый. Лучший в лиге защитник-бомбардир минувшего плей-офф. Человек, которого невозможно вывести из себя. Алексей Бондарев, номер девятый. Обладатель Кубка Европейских чемпионов в составе авангарда. Автор гола, который вывел авангард, финал Кубка Гагарина. Вилли Бота, номер 22. Наш горячий финский парень, безоговоричный лидер КХЛ по заблокированным броскам плей-офф 2019. Роман Манухов, номер 26. Обладатель Кубка Гагарина, новичок нашей команды. Роман, добро пожаловать в авангард. Вячеслав Воинов, номер 27. Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли, обладатель Кубка Гагарина, защитник мирового класса. Добро пожаловать в авангард, Вячеслав. Егор Мартынов, номер 55. Человек с идеальным чувством юмора, джентльмен на льду по версии КХЛ. Максим Чудинов, номер 73. Чемпион мира, двукратный обладатель Кубка Гагарина, сильный защитник с мощным броском от своей синей линии. Алексей Емелин, номер 74. Двукратный обладатель Кубка Гагарина, чемпион мира, лидер на льду и в раздевалке, наш капитан. Никита Пивцакин, номер 91. Чемпион мира среди молодежи, воспитанник омского хоккея. На очереди те парни, от которых мы больше всего ждем голов. Они повелители красивых комбинаций и гроза чужих вратарей. Они боевая мощь авангарда. Наши нападающие. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Артем Манугян, номер 10. Воспитанник омской хоккейной школы. Быстрый, дерзкий, как пуля резкий. Ему неведомо чувство страха. АПЛОДИСМЕНТЫ Денис Дернов, номер 16. К большому сожалению, Денис получил травму и сегодня он уже в Германии на лечении, но он неотъемлемая часть нашей команды. Давайте аплодисментами поддержим его и пожелаем скорейшего выздоровления. Никита Щербах, номер 17. В 17 лет уехал в Северную Америку, где и выступал до перехода в авангард. А теперь получил возможность показать себя в КХЛ. Никита, добро пожаловать в авангард. Семен Кошелев, номер 21. Чемпион молодежной хоккейной лиги, дважды финалист Кубка Гагарина, душа компании и очень добрый человек. Андрей Стась, номер 23. Чемпион России, любит и умеет играть на вбрасываниях, всегда готов выйти в меньшинстве и поймать на себя шайбу. Павел Дедунов, номер 25. Скоростной и мощный нападающий. Отобрать шайбу у новобранца авангарда практически невозможно. Павел, добро пожаловать в авангард. Валентин Пьянов, номер 45. Двукратный чемпион молодежной хоккейной лиги. Игровой интеллект, техника, отличное чувство пасса, может забить даже прямиком со вбрасывания. Мы знаем, мы видели. Сергей Широков, номер 52. Олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, обладатель Кубка Гагарина, мастер атакующей игры и любимец болельщиков. Тейлор Бэк, номер 65. Человек-бросок, лучший бомбардир авангарда плей-офф 2019. Сергей Шумаков, номер 69. Автор самой красивой шайбы в минувшем плей-офф, обладатель самого красивого костюма на закрытии сезона. Александр Еремчук, номер 85. Молодой, перспективный хоккеист. С ним связаны большие надежды нашей команды. Свен Андригетто, номер 86. Серебряный призер чемпионата мира, нападающий с отличным игровым чутьем и молниеносным броском. Welcome to Avantgarde, Свен! Евгений Грачев, номер 87. Бронзовый призер молодежного чемпионата мира. Его стихия, жесткая силовая игра и способность продавить любую оборону. Евгений, добро пожаловать в Avantgarde. Алексей Потапов, номер 89. Обладатель Кубка Гагарина, настоящий командный игрок, любимец журналистов, мастер художественного слова и отличный хоккеист. Рады видеть в Avantgarde, Алексей. Кирилл Семенов, номер 94. Чемпион молодежной хоккейной лиги, наш железный человек. В прошедшем сезоне стал единственным хоккеистом в команде, сыгравшим все матчи сезона, как в регулярке, так и в плей-офф. Хоккеисты в сборе, но ведь это не вся команда. Конечно же, представляем тренерский штаб Avantgarde. Тренер по физической подготовке Брэндон Бави. Обладатель Кубка Гагарина. Именно Брэндон следит за физической формой игроков и правильно готовит Ястребов к каждому матчу. Видеотренер Алти Сапа Линч. Шестикратный чемпион Латвии. Не спит ночами, чтобы у Боба Хартли была полная информация по всем соперникам. Тренер Жак Клутье. Двукратный обладатель Кубка Стэнли. Чемпион Швейцарии. Всегда в хорошем настроении. Тренер Вячеслав Козлов. Двукратный обладатель Кубка Стэнли. Двукратный обладатель Кубка Гагарина. Один из семи российских хоккеистов, сыгравших более тысячи матчей в НХЛ. Вячеслав, добро пожаловать в Avantgarde. Тренер Дмитрий Рибыгин. Чемпион России. Серебряный призер чемпионата мира. Обладатель Кубка Европейских чемпионов. В составе авангарда провел 13 сезонов. Тренер вратарей Сергей Звягин. Бронзовый призер чемпионата мира. Обладатель Кубка Европейских чемпионов. В качестве тренера обладатель Кубка Гагарина. Друзья, ну а сейчас на сцену выйдут те люди от таланта и мастерства, которых напрямую зависит результат нашей команды. Их не часто можно увидеть на экранах, но именно они являются настоящей опорой и поддержкой игроков и тренеров. Встречайте громкими аплодисментами директор по хоккейным операциям Евгений Хацей. Вице-президент клуба Иван Тугаринов Тренер по развитию игроков в системе клуба Антон Курьянов Мы вас просим выходить смелее, чтобы все вас видели. Начальник команды Борис Бабаев Администратор Игорь Дорошкевич Главный врач Дмитрий Батушенко Врач команды Сергей Веретенников Массажисты Виталий Томилов Алексей Никерин И Владимир Сергеевич Иванов И сервисмены Михаил Владимирович Дурдин И Николай Фролов А также член Совета Директоров Евгений Евгеньевич Шастин Ну что ж, дорогие друзья Перед вами Хоккейная команда Авангард 2019-2020 Вся команда в сборе Ваши аплодисменты Ну а мы предоставляем Слово капитану Авангарда Алексею Емелину Привет, Омск! Привет, Омск! Сложно, связанные с переездом команды Но мы чувствовали вашу поддержку Вдалеке отсюда И благодаря этому Смогли добиться хорошего результата И дошли до финала кубка Но где бы в каком городе Мы не уходили на лед Мы помним, что играем за Омский Авангард И болельщики наши переживают И ждут от нас только побед Вы важная часть нашей хоккейной семьи И мы будем биться изо всех сил И показывать только лучшие наши результаты И пользуясь моментом Хотелось бы пригласить 1 сентября, воскресенье Мы начинаем новый сезон против ЦСКА Поддержать нас в большой фан-зоне На Красной Звезде И нам нужна ваша поддержка Спасибо Мы благодарим нашего капитана Давайте поаплодируем Болеть за Авангард Это естественно для каждого Кто родился в Омске С каждым сезоном география болельщиков Нашей команды становится все больше За ястребов переживают по всему миру Омск, вы готовы болеть за наших парней Весь сезон? Я не слышу вас Вы готовы болеть за Омский Авангард И за всех сил? Тогда нам нужна помощь Нашего болельщика с барабаном Вы знаете, что делать Все поднимаем руки вверх Обе Обе руки вверх Ястребы тоже Все вместе Все вместе Мы готовы? Омск Омск Давайте бурными аплодисментами провожать со сцены всю нашу любимую команду Мы желаем вам удачи в этом сезоне, парни И провожаем вас с овациями АПЛОДИСМЕНТОי АПЛОДИСМЕНТЫ Лучшие болельщики за вашу любовь и поддержку, которая наполняет силой крылья каждого из ястребов. Пусть они играют далеко от дома, но сердце «Авангарда» в Омске! Будем болеть за нашу команду. И помните, мы вместе, мы в игре, мы «Авангард». «Авангарда» в Омске, «Авангарда» в Омске, «Авангарда» в Омске!» «Авангарда» в Омске, «Авангарда» в Омске, «Авангарда» в Омске. «Авангарда» в Омске, «Авангарда» в Омске, «Авангарда» в Омске, «Авангарда» в Омске. «Авангарда» в Омске, 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 «Авангарда» в Омске. Субтитры подогнал «Симон»